У меня устанавливается игра, которая называется Renoir. Это абсолютный эксклюзив, который мне достался каким-то чудом. Игра выходит 16 ноября, но она у меня уже есть, и я сейчас в неё поиграю. Сделаю высказывания по поводу этой игры, свои предположения, а также мнения. И дам вам небольшую возможность, щёлку, чтобы вы смогли подсмотреть и сделать хоть какое-то представление об этой самой игре. Это... Надо прочитать, что это такое. Renoir. Это сюжетный платформер-головоломка, источником которого стали классические нуар-фильмы к 40-х годов. Судя по трейлеру, это уже напоминает... Мама, а Renoir, бывают клетки? Мама, а Renoir, бывают клетки? Ну, конечно, да! Но, если их люди кормят всё время, они разлучаются себе добывать пищу. Ну, как ты, если долго не играешь на скрипке, то у тебя пальцы тебя не слушают. А также и енота, если он долго не добывает себе еду, то он забывает, как это делается. Потрясающая история про енотов. Итак, вернёмся к нашей игре. Игра напоминает Inside и Limbo. Вот просто первое впечатление по трейлеру. Ну, как это будет на самом деле, мы это скоро увидим. Игра встречает нас ливневым дождём. Конец осени. Как у нас. Только снега тут нет в игре. У нас его много. Итак, Renoir. Знаете, в городе говорят, человека только из могилы нельзя достать. Я всегда знал, что работа загонит меня в гроб, да только... Мне казалось, что уж после смерти-то трудности кончатся. Всё время такое чувство, будто у меня похмелье. Ты знаешь, что прошлым вечером что-то случилось, но подробности от тебя ускользают. Мелохоличная, ностальгическая музыка встречает нас в начале. Хочу сразу отметить хорошую озвучку от 1С. Начинаем мы наше движение с кладбища, правда? Сейчас того и дела выпрыгнет какой-нибудь чекист. Ну, я из-за музыки так говорю. О ма гад! Первое препятствие? Нет? Нет, это не первое препятствие. Сразу какие-то записки. Да ладно. Всё же... А яркий свет убьёт нас? А, мы правда умерли? Кажется, нас застрелили, и мы теперь... Правда играем за какого-то призрака. Время краситься. Автосохранение здесь присутствует. Ничего себе. Это что-то чертовщина. Похоже, здесь такая способ... Так, как же это сказать по-человечески? В игре есть возможность играть за призрака, который делает какие-то действия. И они записываются. Но после этих действий, то есть всё возвращается на своё обычное состояние, когда призрак ничего не делает. Но мы можем проиграть эту запись, тем самым повторить действия призрака, когда мы играем за... за нашего самого умирающего от света нуарщика. Я до сих пор в замешательстве. Итак, каждый раз, когда мы встречаемся со своим призраком, это значит, что мы можем сделать какие-то действия призракам, вторым персонажам, находящимся на удалении, после этого проиграть эти действия, тем самым очистить или открыть путь для нашего основного персонажа. Ну, типа, такие квесты вот так построены. Дорогу для Джеймса. Да, его зовут так. Дорогу для Джеймса его зовут. Жёсткая динамика, когда один помогает другому, а другой помогает одному. Ха-ха-ха. Ох, эти пазлы. Да, я тоже начинаю понимать всё, к чему надеюсь, и вы, друзья. А здесь нас призрак подвозит на лифте. Тоже неплохо. Здесь же записанный призрак спускается вниз, чтобы пройти через лампу, которую мы сейчас ему выключим, и он нам выключит лампу вверху, и мы побежим, и... и... и побежим, и пройдём. Ну, это как вариант, чтобы вы имели представление о том, как... какие тут комбо-квесты. Спасибо, дружок призрак, спасибо. Пока. Ох, ничего себе. Теперь нам дают вариант, где нужно управлять двумя призраками. Вот это настоящий дабл. Что мне явно не нравится, так это движение персонажа. Смотрите, он фактически скользит, а не идёт по поверхности, и... все его движения такие мешковатые, и... ну... как по мне так... не плавный и не современный, как могли бы быть, наверное. Теперь я дошёл до того места, где три призрака, которыми нужно управиться с ними. Нужно запрограммировать их поведение так, чтобы я смог проехать на лифте и пройти куда-то в сторону. Ну, мне не хватает... не хватает. Вот чего не хватает? Мозгов не хватает? Наверное, да. Чтобы пройти это место. Если вы любите такие головоломки, то вам определённо нужна эта игра. Нужна. Но если вам не понравится, и вы слишком тупой, как я, то не надо, не надо её покупать. Атмосферная, да. Музыки? Чуть-чуть музыки не хватает. Ну и движение самих персонажей весьма странное. Как будто они, правда, по могильникам только и должны ходить. А не по добросовестным заводам и улицам Нью-Йорка или чего-то такого. Это чё... Если вы любите подумать над головоломками, и у вас достаточно места оперативного в голове, чтобы запрограммировать всех призраков для продвижения, то... Эта игра точно вам понравится. Да, ленивый обзор. Наверное, я буду называть такого вида видео. Это ленивые обзоры. Не, ну ласкает слух. Музыка в начале игры такая прям... Не, ну ласкает слух. Ласкает. Да-да-да. Да-да-дин. 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 Вот знаете, нет... Нету такой изюминки типа экшона. Экшон, чтобы прям руки тряслись. Спокойный, меланхоличный пазл. Советую включать на фон какую-нибудь музыку. Мелодическую, дабстеповую. Что угодно, что вам нравится. И спокойно играть в Ренуар. Советую тебе подписаться в группу. Видишь, даже год тебе советую.